Уже несколько лет работает строительная техника на обходе Вологды. Трасса протяженностью почти 17 километров соединит направления М8 и А114. Ход работ на объекте оценил губернатор Олег Кувшинников. Развязка Вологда-Норобова стала первым пунктом рабочего объезда города в преддверии градостроительного совета. Федеральное финансирование на реализацию самого крупного инфраструктурного проекта объемом 12 миллиардов рублей привлечено в 2015 году. Президент поставил визу, деньги выделились. И вот сегодня мы стоим на части обхода, который будет построен в первой части. 1 сентября и 1 сентября 2020 года мы полностью откроем движение, выведем транзит из города Вологды. К осени будут готовы первые 6 километров обхода, которые разгрузят окружное шоссе. Именно в этом месте основание дороги укреплено с помощью полутора тысяч железобетонных свай. Такая технология применена на Вологучине впервые. Ключевая развязка строящегося обхода затрагивает сразу два национальных проекта. Безопасные и качественные автодороги и Вологодская городская агломерация. Во втором регион участвует впервые. На развитие дорожной сети в Вологде и Вологодскому району выделят 4,8 миллиарда рублей. Список из девяти участков улиц, которые отремонтируют в этом году, утвердили на Городостроительном совете. Всего до 2024 года в порядок приведут 77 километров городской уличной дорожной сети на средства бюджета всех уровней. Ещё 48 километров улиц станут светлее, в том числе улица Возрождения, где также побывали власти региона и города. Я считаю, что в рамках проекта «Светлая улица Вологодщина» нам надо в Вологде построить освещение по всем улицам, где нет освещения. А те светильники, которые построены, но не работают, необходимо это заменить. Всего в программу «Светлые улицы Вологодщины» вошли 38 территорий. Это наиболее проблемные участки, на которые жаловались вологжане. То есть даже в центре есть улицы и переулки, которые не освещены? Да, улицы Бурмагиных, допустим, взять. Много улиц таких. Улица Баранковская, очень много обращений. Поэтому мы в этом году, всё, что выделено зелёным и коричневым цветом, мы в этом году должны сделать. Для этого используют имеющиеся проекты или разработают новые. Основная часть работ по прокладке освещения пройдёт летом. На это выделят 48 миллионов рублей из бюджета области. Ещё одно поручение губернатора о создании в регионе сосудистого центра для экстренной помощи пациентам с болезнями системы кровообращения. Объём вложений в прошлом году составил 222 миллиона рублей. Задача, которая нами поставлена, это снизить смертность от сердечных заболеваний, сосудистых заболеваний, хотя бы до среднероссийского уровня. Сегодня мы пока превышаем, но с вводом в действие этого регионального сосудистого центра мы эту проблему в течение нескольких лет решим и выйдем на лучшие показатели по снижению смертности Российской Федерации. На европейские стандарты работы подразделение перешло после модернизации. Здесь есть всё для сохранения жизни пациента, современное оборудование и продуманная логистика. Диагноз ставят ещё в машине скорой помощи или вертолёте санавиации. С начала месяца бригады реаниматологов, кардиологов и рентгена-ангиохирургов дежурят круглосуточно 7 дней в неделю. Прошлым летом впервые начали делать операции на сосудах головного мозга. За счёт доступности помощи смертность от болезни сердца по Вологде и Вологодскому району опустилась ниже среднероссийской. Чем раньше мы установим, соответственно, стенд, вот трубочку в сосуд, тем больше участок сердца останется живым. В 2014 году Вологодская областная больница, она излечила, вылечила 54 пациента с инфарктом. В 2018 году таких пациентов уже было 700. На дооснащение пяти отделений медучреждения современной техникой направят 200 миллионов рублей. Развивать будут и другие направления Вологодской медицины. Ну ещё одна хорошая новость пришла буквально только что, сейчас я её вам зачитаю. Правительство Российской Федерации выделило Вологодской области полмиллиарда рублей на строительство перенатального центра областной клинической больницы. Чтобы обеспечить растущую потребность в местах для дошкольников, в Вологде при поддержке губернатора строят сразу четыре детских сада. Один из них на 350 мест в быстро развивающемся микрорайоне по улице Возрождения. Были замедления темпов строительства, были проблемы с проектным решением, значит, все проблемы были устранены. Задача к концу февраля закончить кирпичную кладку, чтобы перейти в начале марта к роильным работам. Сейчас разными видами работ на стройке занято 100 специалистов. Завершается кирпичная кладка на одном из блоков. Хорошие темпы набрали строители и на других объектах – по улице Северной, Молодёжной и в Осановском проезде. В ближайшие два года в Вологде построят ещё четыре новых детских сада. Федеральное финансирование в объёме 1,2 миллиардов рублей подтверждено. Точная копия дошкольного учреждения вырастет на соседнем участке. Через дорогу появится школа на тысячу мест. Деточки, которые из детского садика, сразу перейдут в новую школу, в большую современную цифровую школу. Новая дорога к учреждениям тоже предусмотрена. 70 миллионов рублей из федерального бюджета выделено на первый этап протяжённостью 400 метров. Ещё целый ряд важных решений, которых Вологда ждала 10 лет, озвучили на Градсовете при губернаторе. За три года объём инвестиций в развитие областной столицы из федерального и регионального бюджетов составит 24 миллиарда рублей. Я думаю, что вот тот объём инвестиций дополнительных, которые мы выделяем из трёх источников финансирования, федеральный, региональный и муниципальный бюджет, он точно позволяет нам всем смотреть будущее с оптимизмом. Вместе с вами приняли решение всё-таки строить, проектировать и строить в городе Вологде не один мост в створе Ульца Некрасова, а ещё и мост в створе Флотского переулка. То есть Вологда нуждается в двух мостовых сооружениях, которые мы должны построить за ближайшие 4-5 лет. Проект Некрасовского моста подготовят до конца года. Строительство развернётся в следующем году. Развитие получат все сферы жизнедеятельности города. Большинство вопросов проработаны с учётом пожелания жителей. Решение, которое сегодня принято, однозначно соответствует тем обращениям и пожеланиям граждан, по желаниям вологжан, с которыми они обращаются, задаваем вопросы на разных площадках, форматах. Я думаю, что депутаты законного собрания, в этом настолько не сомневаюсь, поддержат принятые все решения и все необходимые изменения в областный бюджет. В этом году на городские маршруты выйдут ещё 25 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе. Автопарк пополнится за счёт регионального бюджета. Получит продолжение программы газификации. Голубое топливо подведут в Прилуке. Городской бюджет за три года, по сути, сегодняшним решением удваивается в два раза. Конечно, такого никогда не было. Остаётся только нам с коллегами городскими депутатами сопровождать эти проекты, на места объяснять людям, ну и собирать обратную информацию, связь, помогать, быть помощниками, реализовать все эти задачи. Продолжится замена тракта водоподачи из Кубинского водохранилища. Начнётся реконструкция реагентного хозяйства Вологда-Горводоканала. Шагнёт вперёд спортивная сфера. В ближайшее время откроется новый ФОК на стадионе «Витязь». Большой спорткомплекс сформируется у локомотива. Там начнётся строительство ледовой арены и бассейна ВГУ. Безусловно, все проекты, они очень важны, очень нужны. Этих инициатив наш город, я когда ещё был депутатом городским, законодательным собранием, мы об этих инициативах говорили 10, 5, 3 года назад. И только сегодня, сегодня историческая дата, сегодня мы наметили конкретный план реализации всех этих мероприятий. Сегодня историческая дата. Первыми о предстоящих изменениях в Вологде узнали участники градсовета – общественники, депутаты, активная молодёжь.